Фаберлик Стильная история Фаберлик Мир успеха дверь открой Фаберлик Следуй за своей мечтой Фаберлик Красота и грация Фаберлик Это гром овации Фаберлик Здесь триумф, здесь ты и я Фаберлик Новый модный для тебя Мир как подиум Как сцена Каждый шаг твой На виду Достигай Высоких целей Воплощай Свою мечту Как преодолеть Преграды Для себя найдешь ответ Шаг за шагом Все награды Собирай Букет побед Фаберлик Новый модный для тебя Фаберлик Стильная история Фаберлик Мир успеха дверь открой Фаберлик Следуй за своей мечтой Фаберлик Красота и грация Фаберлик Это гром овации Фаберлик Здесь триумф, здесь ты и я Фаберлик Новый модный для тебя Фаберлик Фаберлик Новый модный для тебя Фаберлик Стильная история Фаберлик В мир успеха дверь открой Фаберлик Фаберлик За своей мечтой Фаберлик Фаберлик Красота и грация Фаберлик Фаберлик Это гром овации Фаберлик Здесь триумф, здесь ты и я Фаберлик Новый модный для тебя Доброе утро, дорогие друзья Доброе утро, дорогие друзья Я рада видеть вас в прямом эфире И мы сегодня продолжаем Марафон продуктовый Разговоры о продукции компании Фаберлик Сегодня наша тема такая обзорная По продукции для здоровья Вы знаете, с каждым днем все больше и больше людей понимает, что здоровье это самое дорогое из того, что у нас есть И здоровый образ жизни, правильное питание Если еще лет десять назад вызывали недоумение, то сейчас это становится нормой жизни И скорее удивление вызывают те люди, которые не заботятся о своем здоровье Что же подразумевает под собой здоровый образ жизни? Это, конечно же, правильное или сбалансированное питание В которое входят необходимые жиры, белки, углеводы, минералы, мультивитамины, микроэлементы Добавим сюда еще физическую нагрузку и, конечно же, отказ от вредных привычек Линейка продуктов для здоровья Фаберлик предназначена специально для того, чтобы нам можно было наиболее комфортно перейти на правильный режим питания, на более здоровый образ жизни Это выбор этой линейки, выбор для тех, кто хочет сбросить лишний вес, либо нормализовать свой режим питания Для тех, кто хочет оздоровить свой, наверное, рацион, наладить пищеварение, повысить иммунитет И, конечно же, наша линейка продуктов для здоровья постоянно расширяется Самое главное – понимать и научиться, как правильно ее использовать Давайте будем помнить о том, что мы едим для того, чтобы жить, а не для того, чтобы есть, так сказал Сократ Еда у нас – это своеобразное топливо для организма И, как и в нашей машине, вы прекрасно понимаете, что от качества топлива зависит то, как долго мы сможем проездить на машине, насколько качественно мы будем ездить Точно так же от качества нашего питания, от сбалансированности зависит, конечно же, и то, как долго служить будет наш организм, насколько качественно будет наша жизнь И только от нас зависит, насколько качественно и как долго мы будем с вами жить Самое главное в правильном питании – это режим Режим питания – это 5-6-разовое питание у нас с интервалом где-то 2-2,5-3 часа И график приема пищи у нас примерно такой То есть это завтрак-перекус, обед-перекус, ужин и при необходимости тоже перекус И еще очень важно помнить, что правильное здоровое питание – это не диета Это просто такой образ жизни И для того, чтобы перейти на него, конечно же, надо свой режим питания перестроить Это изменение своего пищевого поведения навсегда Это новый образ жизни Я очень часто для своих девочек привожу пример, чем отличается здоровое питание от диеты Когда мы садимся на диету, то есть это какое-то либо ограничение по калориям Либо, если берем, например, монодиету, то это ограничение в рационе И получается, реакция нашего организма однозначная То есть если меня хозяин не кормит, то есть мне еду не дали Мне не дали каких-то веществ, которым я привык их употреблять Меня морят голодом фактически То, соответственно, как только мне дадут еду, ее нужно отложить про запас На случай сильного голода в дальнейшем И происходит дальше что? Как только мы выходим из диеты Наш организм тут же начинает откладывать все питательные вещества в запас Это, соответственно, наши жиры, которые возвращаются И зачастую после диеты вес возвращается И обычно еще приводит пару килограммчиков с собой Если мы перестраиваем режим питания То есть это 5-6 раз в день небольшими порциями То есть помним, что у нас размер основного приема пищи Это вот наши ладошки То есть вот для девочек это примерно где-то грамм 200 Завтрак, обед, ужин и перекус, соответственно, может быть чуть меньше Когда мы начинаем перестраивать свой режим питания именно вот на такой режим Что у нас происходит? У нас организм говорит как раз наоборот Ага, меня кормят Я даже есть уже не хочу, меня все равно что-то запихивают Голода, значит, в ближайшее время не предвидится И значит, что все те запасы, которые я скопил Можно совершенно спокойно от них избавляться И именно когда мы переходим на правильный режим питания На здоровое питание Наш организм совершенно спокойно расстается с лишними ненужными ему килограммами И этот вес уже не возвращается Конечно же, будем помнить о том, что здоровый образ жизни – это навсегда То есть если вы привели свой вес в порядок И тут же переключились опять на всякие тортики, пироженки То, ну, сами прекрасно понимаете, что это не тот режим питания, который нам нужен То есть, соответственно, это, ну, просто понимаете, что вашему организму нужно, а что нет Напомню, да, что мы едим для того, чтобы жить И те самые тортики, печеньки, пироженки Они не несут в себе, в принципе, никакой пользы И, знаете, еще очень часто говорят Ну, вот я весь день жую чего-то, да И почему же тогда мой вес не уходит? И мы будем говорить дальше о том, собственно, что мы жуем Ведь можно машину заправить хорошим бензином, а можно а бы чем, да, не поймешь чем И что происходит с нашей машиной? Она начинает сбоить, она может остановиться где-то посреди пути То же самое с нашим организмом Если мы в него пихаем не поймешь что То, что не несет для организма абсолютно никакой пользы То совершенно точно наш организм начинает тоже сбоить Теперь давайте поговорим о том Какую еду мы с вами убираем из нашего рациона Сразу скажу, что это мой взгляд на жизнь И я всегда говорю именно о том Как я сама живу и как я сама питаюсь То есть все, что я рассказываю Это про меня, да, и про мой образ жизни И первое, с чем мы с вами расстаемся Это хлеб Тот самый хлеб, который продается в магазине Особенно дрожжевой белый Это тот самый продукт, который вообще не несет никакой абсолютно пользы нашему организму Только калории Смотрите, ведь мука, которая обычно используется в выпечке, в хлебе Она вот такая вот белая, красивая Такая вот вся пушистенькая И на самом деле она абсолютно бесполезна для нашего организма Потому что из нее убрали все самое необходимое То есть оболочку, в которой содержались в принципе все питательные вещества Клетчатка и витамины Так необходимы для работы организма и нашего кишечника Но несет вред даже не то, что убрали все питательные вещества А несет вред еще и то, что собственно оставили А что оставили? Клейковину, которая содержит углеводы и крахмал Которые тяжелы для пищеварения для нашего И еще что самое страшное Вот этого клейковина Она покрывает изнутри стенки нашего кишечника И просто через вот эту вот завесу питательные вещества в наш организм просто не перестают попадать Чем еще вреден хлеб, да, магазинный, я про него все время буду говорить В состав хлеба входят дрожжи Это очень-очень-очень вредный компонент нашего хлеба Так как на самом деле те самые хлебопекарские дрожжи Они в природе не встречаются Это искусственно созданный ингредиент И будем помнить о том, что дрожжи это грибок И его основная функция вот конкретно в тесте это бродить И они очень стойкие И вот этот вот эффект брожения Он не разрушается ни в процессе выпекания Ни в процессе переваривания Ни в желудке, ни в кишечнике И они продолжают бродить И, собственно, от этого и изжога, и вздутия живота И другие наши дискомфортные состояния Ржаной хлеб, конечно же, несет больше пользы За счет входящих в состав витаминов и микроэлементов Но в нем по-прежнему продолжает присутствовать дрожжи На своей страничке в соцсети я обычно размещаю много полезной информации И вот как раз было обсуждение по поводу хлеба И у нас даже вышел спор с одной из моих подписчиков Потому что она говорит, ну вот как же так Как можно исключить из рациона хлеб Ведь хлеб всему голова Конечно, конечно хлеб всему голова Давайте остановимся на этом самом моменте Дрожжи в том виде, в котором они существуют сейчас Фактически появились в 1972 году В результате именно лабораторных исследований И лабораторных опытов И если мы возвращаемся к вопросу о том, что хлеб всему голова То есть так жили наши предки на Руси А что же тогда они использовали для выпекания хлеба? Закваску То есть раньше хлеб пекли на закваске Она еще называлась вечной И она передавалась из поколения в поколение И сам принцип ее работы в хлебе абсолютно другой То есть если хлебопекарские дрожжи Они бродят спиртовым брожением Которое абсолютно дискомфортно и чуждо нашему человеческому организму То закваска Она наоборот Она бродит кисломолочным брожением И именно оно обеспечивает возможность строительства новых клеточек И развитие нашего организма И не зря наши предки использовали ее Кроме этого, они прекрасно понимали, что вот этот процесс закисления Квашения Повсеместно использовалось Это и квашеная капуста кислая И огурцы, и яблоки И к этому же относим, естественно, и хлеб на закваске И готовили наши предки хлеб цельнозерновой То есть они не отделяли вот белое зерно, оболочку отдельно Сердцевину зерна отдельно То есть наши предки использовали цельнозерновую муку И естественно, что именно вот такой хлеб Цельнозерновой на закваске Вот он полезен Но опять же, да, будем помнить, что вопрос количества Конечно же, можно съесть за раз буханку Я не думаю, что это принесет огромную пользу нашему организму Но если у вас нет возможности кушать вот такой вот Хороший, вкусный, полезный хлебушек Цельнозерновой на закваске То тогда лучше никакой Потому что лучше не вредить лишний раз своему организму Следующий продукт, от которого мы максимально отказываемся Это, конечно же, сахар Убирайте его из всех напитков Прекратите пить это сладкое безобразие Которое нам постоянно показывают по телевизору И которое, судя по огромному количеству роликов в интернете Способно не только накипи с чайников убрать Но еще и ногти растворяет Поэтому, ну, представляете, что вообще вот это вот безобразие Творит с нашим организмом На самом деле сахар именно вот в таком белом В рафинированном виде нам вообще не нужен Этот продукт пришел в Европу 150 лет назад А к нам в Россию еще позже Как-то же жили без него Сейчас сахар присутствует у нас практически в каждом приеме пищи При этом знаете ли вы, что Всемирная организация здравоохранения Настоятельно рекомендует ограничить количество сахара Пятью процентами от всего потребления калорий в течение дня А это примерно 5 чайных ложечек При этом сейчас в среднем в день Люди употребляют около 150 грамм сахара Представляете, это 1 килограмм сахара в неделю При этом на усвоение именно рафинированного сахара В организме тратится огромное количество кальция А это способствует вымыванию этого минерала из наших костей Соответственно, следствием это объявляется остеопороз Что еще вредного несет нам сахар? Естественно, сахар вызывает отложение жира Потому что будем помнить о том, что тот сахар, который мы употребляем Именно белый, рафинированный Он откладывается в печени в виде гликогена Если запасы гликогена в печени превышают обычную норму То съеденный сахар начинает откладываться в виде жировых запасов Обычно это бедра и живот Кроме этого, сахар создает чувство ложного голода Потому что когда в организме происходит резкое повышение уровня глюкозы После этого наступает такой же резкий спад И мозг требует немедленного восполнения дефицита глюкозы И, соответственно, возникает чувство голода Кроме этого, сахар способствует старению Чрезмерное употребление сахара способствует тому Что именно этот сахар еще попадает к нам в запасы в коллагене И, соответственно, нарушает эластичность кожи Кстати, знаете ли вы о том, что сахар еще вызывает привыкание Фактически такой же, как и алкоголь, и как табак Он вызывает такой же эффект в нашем головном мозге Поэтому очень часто люди, которые достаточно много съедают сахара в течение дня Им достаточно тяжело отказаться И уменьшит количество сахара Потому что именно из-за того, что есть привыкание Что еще? Сахар лишает организм витаминов группы В Потому что для усвоения сахара Очень нужны именно витамины группы В А в белом сахаре этих витаминов не содержится Поэтому для усвоения сахара Организм начинает брать витамины из мышц Печени, почек, нервов, желудка Сахар воздействует на сердце Уже достаточно давно было установлено Что при избыточном употреблении сахара И нарушается работа сердца Кроме этого, сахар истощает энергетический запас Как это происходит? Точно так же, как с чувством голода Несмотря на то, что считается, что сладкое дает нам энергию Точно так же возникает резкий выброс энергии И после этого такой же резкий спад И после этого нас, наоборот, еще сильнее будет клонить в сон И один из самых веских аргументов Большое употребление сахара снижает иммунитет почти в 17 раз И чем больше сахара у нас в крови, тем слабее иммунитет Вы все прекрасно знаете про такое заболевание, как сахарный диабет И страшно не само заболевание, а как раз те самые осложнения, которые в результате его возникают А почему они возникают? Потому что если мы просто съели много сладкого То наш иммунитет снижается на 4-8 часов До того момента, пока сахар не выведется из организма У человека, у которого есть заболевание, есть сахарный диабет Повышенный сахар в крови присутствует постоянно И, соответственно, именно это ослабление иммунитета у них присутствует всегда Вот, надеюсь, я смогла вас убедить, что такие не совсем полезные для нас вещи Как хлеб на дрожжах, белый, терный, дрожжевой И сахар необходимо максимально исключить из рациона Конечно, исключить из нашего рациона сахар на 100% не получится Но даже если вы уберете его из своих напитков И почувствуете, наконец, вкус, настоящий вкус кофе Настоящий вкус чая Ведь у них на самом деле замечательный вкус А сахар фактически его забивает Поэтому убираем сахар, убираем из своего рациона выпечку Потому что она, в принципе, не несет никакой смысловой нагрузки для нашего организма Можно оставить в своем рационе немножко горького шоколада Потому что иногда это все-таки полезно и нужно нашему организму А что же нам нужно добавить в наш рацион? Каким образом, скажем так, облегчить жизнь нашего организма? И, конечно же, мы добавляем в наш рацион воду Фильтрованную, питьевую, бутилированную Давайте с вами разберемся, зачем нам воду нужно пить Первая и самая основная причина И мы будем про нее помнить всегда Что тело человека на 85% состоит из воды И даже врачи утверждают, что если мы находимся в состоянии покоя В нормальном, спокойном положении тела При средней температуре окружающей среды При средней увлажненности Мы все равно в течение суток теряем от 2 до 2,5 литров воды Она уходит и с дыханием, и с потом, и испаряется с поверхности кожи Поэтому значит, что любому здоровому человеку Необходимо 2-2,5 литра жидкости Для того, чтобы просто поддерживать себя в рабочем состоянии Что же может случиться, если воды человеку будет недостаточно? Во-первых, начинают лениться почки Не хотят они работать без воды И в этой ситуации частично работу почек на себя берет печень Вследствие этого процесс распада Процесс выведения шлаков и токсинов из организма Он замедляется Чем это чревато для нас? Интоксикации И одним из самых, наверное, неприятных явлений Это запорами И это очень часто встречается у тех, кто работает интенсивно Над снижением веса При этом не употребляет достаточно жидкости Вторая причина, тоже очень важная Если мы мало пьем воды У нас становится больше отеков Вот такой вот нонсенс Хотя в принципе ничего удивительного в этом нет Это точно так же, как наш организм реагирует на различные диеты И откладывает потом в запасы жировые отложения Точно так же, если организму мы не даем нужного количества воды Он начинает ее откладывать в запасы На случай, если ему опять воды не дадут И в результате у нас появляется отечное лицо У нас отекают ноги, руки Еще одна причина Чем меньше мы пьем воды Тем больше нам хочется сладкого Вот такая вот у нас особенность нашего организма У ученых же насчет воды своя статистика При недостатке воды в 2% наступает недомогание При 6-8% мы можем упасть просто в обморок При 10% недостачи жидкости мы можем впасть в кому А при недостатке от 15% до 25% воды Это уже гарантия необратимых процессов в организме Мозг же наш, которому тоже состоит из жидкости И для него даже недостача 1% жидкости Уже грозит отмиранием нервных клеток Сколько же нужно пить воды в течение дня? Это рассчитывается очень просто Примерно 30-40 мл на 1 кг веса Какую жидкость мы считаем водой? Давайте так Конечно же я искренне советую Все-таки пить просто воду Причем не газированную Просто либо фильтрованную Либо бутилированную питьевую Но тем не менее любая жидкость Которая попадает в наш организм Конечно же жидкостью считается Потому что в кишечнике Проходя через фильтры В нашей клетке уже попадает просто вода Но если мы пьем чай или кофе Либо это какие-то соки То кроме воды в наш организм Попадают еще параллельно какие-то вещества То есть если это чай либо кофе Это кофеин попадает Соответственно это влияет на наше давление Если это соки То это уже пошел плюс сахар Потому что соков без сахара Не знаю, по-моему сейчас не существует Во все соки, которые продаются в магазинах Сахар добавляется Зачем он нам лишний? Мы его и так стараемся ограничивать Поэтому я советую, конечно же Использовать просто обычную питьевую воду Ну и теперь после того, как я вас напугала Всякими вредностями Давайте поговорим про продукты Правильного питания И давайте посмотрим Что же есть у нас в Фаберлик Что поможет сохранить, поддержать И улучшить наше здоровье Сегодня я проведу небольшую обзорную экскурсию По линейке для здоровья И конечно же у нас с вами не последняя встреча Мы будем еще несколько раз с вами встречаться И более подробно уже рассказывать И обсуждать наши продукты для здоровья И первая линейка, про которую я вам расскажу Это конечно же программа снижения веса Так случилось, что с программой снижения веса Я познакомилась в 2015 году В конце лета На тот момент мой вес был около 90 кг Я свою историю более подробно, конечно же, расскажу И покажу свои фотографии Когда мы будем с вами говорить более подробно Именно про программу снижения веса Откуда взялся этот вес? Конечно же, это был гормональный сбой Конечно же, это были тортики и пироженки И огромное количество диет, которые я пробовала И как я уже рассказывала, как работают диеты Вес уходит, заканчивается диета Вес возвращается и приводит с собой друзей И таким образом, если я начинала пробовать всякие диеты С 80 кг, он у меня дошел до 90 кг И я поняла, что что-то надо делать Надо как-то менять режим питания, рацион питания И здесь уже я обратила внимание на программу снижения веса Именно от Фаберлик И я решила, что, собственно, уже ничего не мешает мне ее попробовать Потому что от других всяких диет результата нет И я заказала себе программу на неделю Каково было мое удивление, когда, встав на весы через неделю Я обнаружила, что 3 кг с меня просто убежали Был очень приятный шок Конечно, это было тяжело Это, наверное, была самая тяжелая неделя в моей жизни Потому что любое изменение в рационе питания Оно всегда-всегда вызывает дискомфорт Но, тем не менее, я продолжила программу И за полтора месяца от меня ушли 12 кг Это было безумно приятно И на этом я сделала паузу Потому что уже началась осень И стало холоднее И уже хотелось что-то горяченького, тепленького, вкусненького тоже есть И я вернулась к обычной еде При этом соблюдая тот самый уже привыкший рацион, к которому я привыкла То есть 5-разовое питание Когда я начинала программу У меня на телефоне просто стоял будильник Который пикал мне каждые 2,5 часа То есть неважно, чем я занимаюсь Телефон пропикал Соответственно, значит, что-то надо в себя положить Вот Поскольку я сохранила правильное питание Я исключила, конечно же, из своего рациона и хлеб И я убрала из своего рациона все сладости лишние И, конечно же, питьевой режим у меня остался И вернулась я к программе где-то почти через год За это время мой вес не изменился То есть он оставался на том уровне, на котором я, собственно, и остановилась И уже в мае прошлого года я вернулась к программе И еще раз был заход, еще на полтора месяца И еще 10 килограмм минус То есть на данный момент Вот с прошлого года, с мая То есть закончила я программу где-то в июне В конце июня То есть за этот год Мой вес не изменился Я сейчас перед вами точно такая же, как год назад При этом, да, я сейчас ем уже практически все Что едят все люди За исключением тех вредностей, естественно Которые существуют в природе Ну и, как оказалось, тема снижения веса Очень востребована И в процессе общения с нашими консультантами Возникла все-таки необходимость Более подробного, да, наверное, изучения программы И таким образом, абсолютно спонтанно Появился у нас чат в Телеграм Странеем вместе И за 4 месяца наш чат собрал Около полутора тысяч человек Девочек, женщин разных возрастов Консультантов и привилегированных клиентов Фаберлик И здесь, конечно же, я еще раз вам напомню Что программа снижения веса Это не диета Ни в коем случае Это схема питания В основе которой лежат продукты Фаберлик Какие же продукты? Давайте я вам покажу Это и супы Это и каши Да, вот такие у нас Это напитки И они помогают максимально комфортно Перевести наш организм На правильный режим питания Следующая линейка, которая у нас появилась Не очень давно Это линейка Слим Когда я первый раз пришла на программу Ее еще не было В эту линейку входят пищевые добавки Очищение, контроль, ускорение И блокатор калорий Так, не тоник взяла Так, вот они, да Это у нас линейка Слим Эти пищевые добавки Помогают нам Максимально комфортно Сделать нашу Перейти на наше правильное питание Потому что это и снижение чувства голода И контроль тяги к сладкому Конечно, если бы Эта линейка была Когда я еще первый раз садилась на программу То возможно у меня ушло бы гораздо больше веса Но, тем не менее Еще одна линейка Так Линейка Вот она Продукты Слим у нас И следующая линейка Которую тоже можно отнести К программе снижения веса И просто к линейке здоровья Это, конечно же, товары для спорта Что у нас в ней есть Это и гимнастический мяч Вот он у нас в коробочке Да, вот такой Это тренажер для рук Так, сейчас я вам покажу, что у нас тут еще есть Вот такой вот эспандер для рук Совершенно обалденная вещь Вот такие вот прыгалки, скакалки Причем они идут со счетчиком Со счетчиком прыжков Очень удобно Так, вот такая вот классная штука Знаете, да, это вот такой вот диск На котором крутимся Но кроме этого он еще акупунктурный То есть мы встаем на него ножками в носочках И получаем двойной оздоравливающий эффект Следующая линейка Про которую мы с вами будем говорить Это шикарная, замечательная линейка Это фитополис Она продолжает расширяться И многие любимые нами продукты Переходят именно в нее после обновления В этой линейке мы увидим Чай, чистота и легкость в теле Который пришел на смену Нашему доброму знахарю 43-му В этой же линейке появился Совершенно обалденный травяной сбор Спокойной ночи Который поможет нам после беспокойного дня Успокоиться, привести свои нервы в порядок И спокойно уснуть В этой же линейке у нас и живица В этой же линейке у нас алоэ баланс В этой же линейке у нас имбирный напиток И в эту линейку у нас пришел обновленный коралловый кальций Так, и собственно уже сами продукты для здоровья Эта линейка поддерживает как организм в целом Так и отдельные органы Что у нас здесь есть? Это и коэнзим Q10 И концентрат лето Омега-369 Комплекс ностресс Дроженью тоник Живица Крововарская соль Гиполайт Доброген актив То есть и эта линейка у нас тоже продолжает Продолжает развиваться Вот они у нас здесь все Вот у нас омега Крововарская соль Очень интересный комплекс лето Вот они у нас все здесь на столе Ну и конечно же тоже важная линейка для здоровья Это линейка ортопедических товаров Что здесь у нас интересного? Здесь самый любимый мой продукт В этой линейке Это вот эта вот шикарнейшая подушка Из гречневой лузги На которой просто безумно удобно спать Комфортно Кстати, если на ней спать все время То уменьшаются головные боли И мигрения реже возникают Такого же плана Да, только у нас идет сидение На котором очень удобно сидеть Кстати, в жару И те, кто много именно сидит Для водителей в машину Прям очень-очень советую Что еще у нас есть в этой линейке? Вот такой вот набор массажеров Суджок Для пальчиков, для рук, для ног И конечно же вот наш шикарнейший-шикарнейший коврик С аппликаторами Который помогает восстановить наше здоровье Вот, про все эти линейки Мы с вами, конечно же, будем говорить более подробно И будем рассматривать и составы И способы применения На наших следующих встречах Ну а теперь Я запускаю марафон Разместите в соцсетях Вконтакте, в Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук Своё фото С любимым продуктом из линейки здоровья Расскажите, за что вы его любите Как вы его используете Какую пользу вы от него получили И самое главное Не забудьте добавить хэштег Здоровье с Фаберлик А сейчас я готова ответить на ваши вопросы Если они у вас возникают Единственное, что сразу говорю Что более подробную информацию по продуктам Конечно же, я буду давать на наших следующих встречах Поэтому составы, способы применения Это всё будет у нас дальше Запишите себе хэштег Обязательно принимайте участие в марафоне Я вас уверяю, что для всех участников Мы обязательно приготовим сюрпризы Поэтому вливайтесь в него уже сегодня Начинайте выкладывать интересную информацию А я жду от моих помощников ваши вопросы И постараюсь на них ответить Смотрите Вы можете размещать не один пост Конечно же, с любимым продуктом Потому что я очень надеюсь Что у каждого из вас Не по одному любимому продукту Из линейки для здоровья Посмотрите, сколько я вам сегодня показала всех Чем больше вы разместите информации В своих соцсетях Чем больше разнообразной будет информации И, конечно же, собирайте лайки к своим постам Чем больше у вас возможности получить какие-то сюрпризы А мне уже принесли ваши вопросы Так, как принимать ускорение из программы Slim правильно? Купила ли свит наш? Так, по способам применения продуктов Я уже сказала, что это будет отдельно программа Мы сегодня не будем подробно разбирать Именно составы и способы применения Так, добрый день, линейка только для худеющих Подходит ли для правильного питания? Конечно, подходит И для меня Сама вот линейка наша с едой Это палочка-выручалочка Потому что у меня в офисе Стоит просто три коробки с едой И у меня абсолютно отпала проблема Что с собой брать на обед И брать ли вообще что-то с собой Когда есть каши, супы, коктейли Кофе, какао, перекусы То есть, если вы просто на правильном питании Конечно же, вы можете Я прям советую брать с собой на работу Потому что это быстро, полезно и вкусно Вот у меня вопрос возник по поводу воды Хочу попросить, чтобы Елена рассказала Как же все-таки правильно пить воду в течение дня Давайте сделаем так Я вам расскажу, как пью воду я Утром, как только я проснулась Я выпиваю сразу стакан воды У меня стоит кувшинчик с отфильтрованной водой В ней у меня болтается пакетик с коралловым кальцием То есть, проснулась, выпила стакан воды Пошла умываться, приводить себя в порядок Делать зарядку После этого я выпиваю еще стакан воды И дальше, когда я приезжаю в офис Около меня просто стоит кувшин с водой И в течение дня То есть, я просто в течение дня Небольшими порциями я эту воду пью Как вы это будете делать? Я знаю, что есть один из таких советов Когда советуют за полчаса до еды Выпивать стакан воды Если вам комфортно так, выпивайте так Конечно, более правильно, чтобы в течение дня Вода поступала все-таки небольшими порциями Плюс еще один из вариантов потребления воды Это точно так же ставить, например, на телефоне Либо программу-напоминалку Либо будильник, который там, допустим Либо каждые полчаса, либо каждый час Будет вам пикать И говорить, что пора выпить воду И вы выпиваете там 2-3-4 глоточка воды И отставляете Но в любом случае помните о том, что в течение дня То есть, нужное вам количество жидкости Вы выпиваете При этом, конечно, перед сном Старайтесь воды пить поменьше То есть, основная нагрузка у вас идет Все-таки где-то до 4-5 часов дня То есть, основное количество воды Во время программы вы питались только продуктами Фаберлик Или еще и домашние продукты Когда мы будем с вами разговаривать Конкретно про программу снижения веса Я вам расскажу про те программы, которые у нас есть Но поскольку я отношусь к людям, которым надо быстро, сразу и вчера То да, я сидела конкретно на продукции Фаберлик У меня был абсолютно пустой холодильник В нем лежали только яблоки и морковка для моего кролика Все, то есть, когда я садилась на программу Я освобождала холодильник Дабы у меня не было никаких искушений Я питалась только продуктами Фаберлик Так, ньютоник, алоэ, омегу По способам применения Опять же, я говорю о том, что это будет у нас отдельной программой Так, постоянно принимая омегу и ньютоник На грудном вскармливании Это правильно? Омегу, да, ньютоник Советуйтесь со своим врачом С чего начать? Начните с того, что вы просто меняете свой рацион питания Убираете вредности и добавляете воду То есть, это будет самым оптимальным вариантом для того, чтобы начать Приводить свой режим питания в нужное русло То есть, помните о том, что у нас 5-6 разовое питание Завтрак, перекус, обед, перекус, ужин И при необходимости тоже перекус И небольшие порции, да, еще раз повторяю Да, это у нас порция не должна быть больше, чем вот наши сложенные вместе ладошки Добавляете воду, убираете хлеб, убираете сахар Если вы начнете хотя бы с этого, ваш организм уже скажет вам огромное спасибо На грудном скармливании можно и нужно пить омегу Конечно Вообще омега это Я, конечно, немножко забегу вперед Потому что мы будем про омегу говорить и много, я вам обещаю Омега это то, что должно быть в нашем рационе постоянно В случае, если вы не едите рыбу жирную 2-3 раза в неделю Вот если вы едите жирную рыбу 2-3 раза в неделю, вы можете омегу вообще не пить Но поскольку достаточно мало людей, которые так питаются То омега это нерастворимые жирные кислоты Это жизненно необходимое нам питательное вещество, которое наш организм сам не вырабатывает Соответственно, он должен поступать к нам с пищей Поступаем обычно через рыбу Нет рыбы, значит мы пьем омегу всегда Так, все на этом, наверное, на этом у нас вопросы закончились И я тогда с вами на сегодня уже прощаюсь Рада была с вами встретиться Напоминаю о том, что ждем ваших постов в соцсетях с хэштегом Здоровье с Фоберлик Я с удовольствием на них на все посмотрю и почитаю Возможно, вы дадите мне какую-то интересную идею для следующих наших встреч Ну что, на этом я с вами прощаюсь Всего доброго и до новых встреч Океан Невзирая на что луны жти Мы плывем будто по волнам По намеченному пути Есть у каждого цепь впереди Каждый ищет свой ориентир Путеводной звездой гори Веди Фоберлик К успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне К победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех